и вот дальше это знаете грустно правда веселее не станет смотрите какая красота я получил от россия юрьевича немытого книгу я получил две книги вот первая из них так смотрите какая я сейчас а дальше пойдет еще интереснее всего это вообще интересно смотрите я эту книгу буду по кусочку вам на разных при каждом удобном поводе я буду по кусочку читать небольшими отрывками вот например такой любому чеку с детства должно быть больно видеть как кто-то ломает молодой деревце убивает птиц если ребенок это понимает то никогда не будет способен жестокости поэтому очень важно в наше время осознание единства природы человека она есть основа нравственности мы взрослые сами сеем молодых душах те семена которые потом дадут сходы приходится учащаться слышать что грачи нападают на сады лишая садоводов урожая но эти они приносят гораздо больше пользы чем вреда и это общеизвестно так куда возвращаться птицами сипачиты прихоти разрушенные гнезда мне даже не хочется думать о том что грачи сказали бы нам умея не говорить а сколько птиц гибнет при осеннем перелет весенний перелет в родные места вот так преодолевая невзгоды теряя родичи птицы возвращаются к чему но на данное место они уже не вернутся никогда все противне лежат бензопилы обреченно со стонами падают деревья от ударов во землю во все стороны разлетается то что раньше было гнездами наших друзей кому как кому как а мне обидно за всех нас и мне нечего сказать грачам и вы понимаете что в прошлом году было республиканская не выдавали теле дня показала птицы гнезда на полях под ними стояли машины иномарки они видите ли на машины гадили вы что думаете машину убрали какой-нибудь там эту может быть плакат повесили не ставит машину деревья спилили думали вороны гнезда были эти самые младенцы вылупившиеся грачи телевидение показывал вот видите где сопереживания где родственные души а там и главное что почему мы даже дети почему я уделил внимание скуга и еще много чем будем говорить вот и мы будем читать вот таких вот авторов наших нормальных только потому что получается так что настанет когда-то время дожить бы чтобы дети став взрослыми не выполняли эти подлые приказы представляете кто-то взял бензопилу они специально знали пилили тополя потому что там гнезда не просто вот пилить почти центре города абокадо а именно потому что там гнезда были выписали себя вызывает коммунальщик там кого-то это с бензопилу я не буду пилить или как я рассказывал еще в советское время когда трактористу сказали кто-то вырастил это заработать хотел помидоры они созрели прям по этим созревшим помидорам все переместили бульдозером чтобы человек сказал я никогда не это человек все лето пахал вы представляете вырастить несколько соток помидор все лето потом поливал а потом какая-то сволочь чиновничья говорит не положено или вызывая тракториста а так главное мне кажется даже не тот чиновник он сволочь он будет сволочем главное чтобы среди нас не было этих сволочей что не станет он человек видит что другой потом полил он вырастил помидоры и что он это все перемолол кого растим то и вот теперь это самое я не мог не сказать потому что вот ну не мог вот когда он сказал про грачей я про грачей что это не просто так по всей стране то это пилы звенят ну теперь я успокоился я не мог не выберется айфар хватит вам это надо потом скидывайся на эту поэтому я считаю что лучше я выскажусь вот спасибо лисе юрьевич за эту книгу читаю как кусочками как это как вы создаете